Просто берется участок кожи и немножечко сжимается, и он должен спокойно проходить, нигде не должна застревать, получается. Всем привет! Я Даша Кей, и сегодня мы поговорим о чем-то очень интересном, и это будет уход с Алиэкспресс. Уход с Алиэкспресс очень субъективная, крайне субъективная вещь, которой я не доверяю до сих пор. И вместе с вами мы разберемся и проверим, нужен он и вообще должен ли он существовать на рынке, или это абсолютно бесполезная вещь, и ее можно выкинуть в мусорку. Но, надеюсь, этого не произойдет. Все-таки деньги потрачены немало, целых три с половиной тысячи, на вот эту вот гору косметики. Мне очень часто писали магазины с Алиэкспресс с целью того, что они мне предоставляют товар, а я делаю обзор. Естественно, мне было все это неинтересно, потому что это были либо какие-то лампы для ногтей, что-то связанное с ногтями, и чаще всего это были вообще какие-то бесполезные вещи. В этот раз я точно так же субъективно отнеслась к этому магазину, но все-таки решила сделать заказ, и все, что пришло, мы сегодня посмотрим. Этот магазин называется Лан Бена, этот магазин, в котором представлена одна фирма уходовой косметики, и это Лан Бена. И почему уход я все-таки решила попробовать? Потому что, несмотря на то, что эта баночка стоит 250 рублей, на этой баночке есть голограмма, которая, как правило, обозначает, что состав соответствует тут написанному. Типа сертифицированный продукт, все дела, но как бы патчи за 300 рублей мне было очень интересно проверить. Я очень люблю корейские патчи, и я, естественно, без зазрения совести решила такая, ну точно патчи закажу. Извиняюсь заранее за то, что, наверное, этот обзор будет пропитан и пронизан этими предубеждениями насчет ухода с Алиэкспресс, потому что, ну, мы привыкли, что не бывает хорошей сыворотки за 300 рублей. Но очень хорошей не бывает. Но, к примеру, сыворотки с пудра ру стоят 150-300 рублей за один миллилитр, и это уже прорекламировано, то есть в него заложено все, чтобы как бы отбить эту продукцию. То есть есть вероятность того, что можно ее купить в Корее все-таки дешевле, чем у нас в России. Эти патчи не гелевые, а тканевые, и за счет этого цена, я так понимаю, снижается. У меня сейчас на лице нет тона, у меня накрашены глаза, брови, губы. Я иногда даже хожу без тона, но сейчас все-таки стараюсь SPF кремами мазаться. О чем поговорим дальше? У меня на лице ничего нет, можно даже... Вот, видите мои венки. Вот у меня синяки, заломы. При пухлости, к счастью, уже как бы 5 вечера, при пухлости нет. Голубые и желтые патчи. Retinol Eye Mask. Эти патчи просто гиалуроновые, разглаживающие, действуют точно так же, как обычные патчи. Я не заметила какого-то сильного результата, потому что я наносила их на ночь и уснула с ними, благополучно проснулась, они где-то там еще на подушке валяются. Как бы на утро не очень эффект, нужно прям проверять. Так, открываемся. Не надо помешать. Тут все пламбировано. О, Господи. Ну, как бы, это единственный продукт, которым я как бы хотя бы немного представляю, как его наносить на лицо. Остальные это вообще корейский продукт, это лес дремучий для меня. Таким вот образом выглядит патч на бровь в область хайлайтера. Бровь у меня тинтом накрашена, ее не разъезд, не волнуйтесь. С левой стороны я наклеила уже патч с ретинолом, то есть с витамином А. И справа я наклею патч с гиалуроном и кислотой. Патчи клею я обычно с утра, перед макияжем. Сижу с ними минут 20. Ну, независимо, гидрогелевые, тканевые патчи. Тканевые патчи, они будут действовать просто чуть меньше из-за того, что вода в них собирается хуже, они высыхают быстрее. За счет этого, и думаю, обусловлена такая низкая цена 300 рублей за банку. Ну, типа, это вообще копейки, потому что я покупаю патчи за 1000, за 1500 рублей. Но иногда бывают гидрогелевые патчи, тоже корейские, из-за того, что их там много, у них конкуренция, они там вот так вот все. Бывают какие-то скидки за 700, там, те же Голд Ракуни патчи. Так, в продаже там были три вот такие вот сыворотки. Я не знаю, какую сыворотку мне взять, поэтому я взяла три маски с включением этих сывороток. То есть я целую маску могу нанести и посмотреть, как в усиленном варианте будет действовать эта сыворотка. Ну, я так, по крайней мере, понимаю. Заказала две сыворотки. Сыворотка стоит 336 рублей, тоже очень приятная цена. Одна с витамином С. Видела, кстати, недавно на канале Вокрашу вышла мейкап-туториал Оли Серябкиной. Она говорит, что она наносит всегда сыворотку с витамином С. И она просто сказала, ну, это полезно. У меня примерно такой же ответ, да, я где-то слышала, это реально полезно для лица и вообще для всего тела. Но еще я каждый раз, в том, как я делаю все, я наношу витамин С. Вроде как считается модной штукой, но на самом деле она просто must have. Классный витамин С, нужно им пользоваться утром и вечером. Действительно есть такое мнение, что витамин С именно служит как антиоксидант в работе, в уходе. Помогает коже сохранять упругость, точно так же избегать обезвоженности. Что и делают керамиды. В этой сыворотке керамиды не дают влаги испаряться из кожи. И, собственно, в одном из слоев корейского ухода за собой есть сыворотка в ампулах или сыворотка в капельках. Либо с керамидами, либо с витамином С. Ну, с какими-то добавками, которые ты на данный момент хочешь себе в уход вкладывать. И именно сыворотка является активным компонентом в уходе за кожей вообще всего лица. Если говорить об уходе за моей кожей лица, то у меня очень сильная проблема под глазами. И в области вокруг глаз сильно опухают глаза. И именно патчи я запасаюсь с патчами и патчи, патчи, патчи. Поэтому смотрю, как сейчас поработают эти патчи. Сейчас 5 часов вечера, и я только-только отошла от утренней. От дутловатости вот этой ненужной. Я понимаю, что дело может быть в питании и все такое. Но все-таки косметика помогает нам выглядеть каждый день лучше. Короче, идем дальше. Я беру эту сыворотку, вот, одна штука на один день, как правило. Кто-то разделяет на прием типа утром и вечером, потому что это на 7 дней можно наносить утром и вечером сыворотку в уход. Как на ночь, так и утром. Я вот уже 2 дня ее использую. Это с керамидами. Кстати, не пахнет она вообще почти никак. Я читала, что изначально сыворотку наносят после эссенции, но эссенция, которую я купила, она масляная. О, господи. Эссенция масляная. И, собственно, смысла после нее наносить что-то, сыворотку, тем более, вообще нет. За сывороткой реально нужно наблюдать. На первый взгляд, да, это недорогая сыворотка, которая стоит тоже 336 рублей. Прошло, наверное, минут 10 после того, как я нанесла эти патчи. Можно, чтобы они поработали еще. Но я чувствую, что они уже начинают немного подсыхать, поэтому их можно снять. И в этой области дораспределить это средство. Ну, честно, что я хочу сказать. Эффект чуть хуже из-за того, что они высыхают быстрее, чем у гидрогелевых патчей. За 300 рублей я, наверное, поставлю 7 лайчочков из 10. Идем дальше. Я вам уже рассказала про сыворотку для лица. Вот в таких вот ампулах я прям приняла своим долгом, что я должна разобраться. Резко рубить с плеча и как бы говорить, что все это просто полное дерьмо. Конечно же, нет. Во всем надо разобраться. И нужно просто найти какие-то компромиссы. Сейчас я сверху попробую нанести все-таки эссенцию. Потому что она масляная. Масляная эссенция. После нее любая сыворотка, она просто не впитается. Потому что это масляная, е-мое, эссенция. В пользовании прям сильный эффект я вижу только от сыворотки из Телаудер. Я купила ее вот недавно маме. Реально прям такая хорошая вещь, которую можно посоветовать. Но стоит она, ребята, 10 тысяч рублей примерно. Ну, 7 там буквально. Я не знаю сколько. А тут я на 3 500, блин, набрала целый комплект. Красная сыворотка отбеливающая. Голубая просто мастерайзинг, геллуроновая. Если честно, мне не очень нравится запах вот этой вот голубой сыворотки. И больше нравится запах вот этой сыворотки красненькой. Потому что я чувствую тут масло лаванды. И мы мешаем такими вот движениями на лицо. После масла для лица. Алло. Алло, дай мне? Да. Что? Вы же мне доставили уже. Я нанесла масляную эссенцию. У меня прям сегодня какие-то спа-процедуры с Алиэкспресс. Сейчас я буду все закреплять кремом. Крем для лица, кстати, был самым дорогим. Крем для лица-маска против морщин. Что? Баночка с дозатором интересная. Так, сейчас мы нанесем на ту же область. Я знаю, что он вообще не жирный. Поэтому можем его прям посильнее нанести. И прям быстро очень впитывается. Прям мгновенно. Крем стоил 545 рублей. Как бы я максимально скептично к этому всему не относилась. И крем оказался нормальным. Я думаю, что это только в порядке исключения. Серьезно, все подряд покупать с Али реально не советую. Относиться нужно серьезнее к составам. У меня осталось еще 4 продукта. Это база под макияж, которую я хочу нанести. Серум и блеск для губ. И плампер для губ. И маска черная для лица. Я не знаю, как расставлять лайчочки. Это все абсолютно субъективно. И в уходе прям нереально ставить какую-то оценку. Поэтому я отказываюсь от лайчочков. Вы видели, когда я уже наносила плампер для губ от Glam Glow. У меня просто стали ореол красный вокруг рта. На моих губах обкусанных как раз только и нужно его проверять. Есть такое легкое-легкое покалывание. И за 329 рублей это можно использовать как абсолютно нелипкий блеск. С добавлением немного мелиссы, мяты. У меня база под макияж. И прям чистая, стопроцентная гиалуроновая сыворотка. А тут целых 15 миллилитров. Стоит она 250 рублей. Посмотрю. Да, гиалуроновая сыворотка должна быть такой немного вязкой. Пахнет она чем-то таким медикаментозным. И нанесу ее на руку, потому что лицо я уже закрепила кремом. Нужно этот уход как-то скомбинировать, потому что у меня много всего. Я сейчас все нанесла на лицо. Просто берется участок кожи и немножечко сжимается. И он должен спокойно проходить. Нигде не должна застревать. Рука проходит и не скользит, значит кожа не увлажнена. То есть как можно больше увлажнения наносить и на свое лицо. Но, надеюсь, это будут качественные продукты по той цене, которую вы можете себе позволить. Той, которую вы хотите на себя тратить ежемесячно, ежегодно или там ежепятилетно. Нужно жить по средствам, как говорил Александр Рогов. Теперь я беру базу под макияж. И мы переходим только к моменту. Это вот у нас чисто сейчас корейский 10-ступенчатый уход за собой. Из всяких эссенций, серумов, сывороток, кремов, подкремов, еще чего прочего. Сейчас эта база под макияж, она идет с 24-каратным золотом. Я себе и золотишко немного приобрела. Перед тональным кремом, который буду наносить, чувствуются в этой базе силиконы. Стоит 333 рубля, и она должна сужать поры, увлажнять. Я возьму из того же ценового сегмента бюджетный тон от Maybelline. И нанесу его на лицо просто кисточкой, посмотрим. Столько слоев увлажнения, не увлажниться просто было невозможно. Кожа, естественно, она как бы очень сильно сейчас увлажнена. И нанесу на яблочки еще румяна Catrice. Это оттенок 0,20. Приятный оттеночек розовенький. Больше темненький подходит. Мне он прям нравится. Ну вот такое вот видео получилось. Я прям очень довольна, на самом деле, тем, что я заказала на Алиэкспресс. Буду пробовать, экспериментировать. Может быть, не все буду использовать. Что реже, наверное, буду использовать. Это основа под макияж. В ней есть силиконы. А силиконы, как правило, утяжеляют вообще в общем уход. А если он и так сложный, то еще у тебя и силиконы на лице, помимо тех силиконов, которые будут в функциональном креме, как бы коже очень сложно с этим всем справиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, у вас есть какие-то секретные средства с Алиэкспресс по уходу. Мне будет очень интересно почитать. Все ссылки на продукты я оставлю под видео. Что вам понравилось, как это работает. Можете попробовать или почитать в отзывах сами. А с вами была Дарья Кейт. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А сейчас я иду в автошколу, чтобы получить свои долгожданные знания по поводу автомобиля. Всем привет, с вами Дарья Кейт.